Иногда думаю, как же хорошо, что появился интернет и теперь многие сражения из реальной жизни перенеслись туда. Пожалуй, основная война последних лет восьми проходит между андроидоводами и яблочниками. Сколько тысяч тонн слюны пролилось, сколько клавиатур было сломано, сколько реактивной тяги было выработано. Подсчитать точные цифры только предстоит будущим поколениям. Но, как правило, столкновения происходили только с послами гугла и вот только сейчас корпорация Добра вышла на арену. Итак, встречайте, в одном углу домашний, уютней гугловый Пиксель XL во втором углу не нуждающийся в представлениях айфон 7 плюс. Пиксель XL хоть и подается как сугубо домашняя разработка, все же создавалась в сотрудничестве с инженерами HTC и производится на их же мощностях. Вы можете сказать, что и айфон создают в сотрудничестве, с фоксконом. Резонно, но я не знаю, как выглядит наследие фокскона, зато прекрасно вижу уши HTC 10 в дизайне пикселя. Во-первых, это конечно же оформление торцов, а во-вторых размеры. Тайванцы никогда особо не стремились к компактности, вот и XL полностью оправдывая свое название, это очень крупный смартфон. Он всего на 4 миллиметра короче и на 2 миллиметра уже, чем воистину исполинский айфон 7 плюс, но при этом и толще. Забавно, что корпус у XL утолщается к верхней части и в самом толстом месте получается 8 с половиной миллиметров против 7 и 3. Зато нет выпирающей камеры, да и вес на 20 граммов меньше. В общем, как по мне, по габаритам тут полный паритет, оба смартфона очень большие и в кои-то веки я могла бы похвалить Apple за более рациональное использование пространства. На чуть более крупном корпусе тут уместились и громкие стереодинамики и влагозащита и кнопка под экраном, но тут вспоминаешь об отсутствии трех с половиной миллиметрового разъема и хвалить уже не хочется. У XL сканер отпечатка пальца сзади и что характерно работает чуть хуже, медленнее чем у конкурента. Динамик один, но по громкости сопоставим с айфоном, а вот качество у яблока все же прилично выше. Нет перегрузки на басе, но и стереопанорама понятное дело есть. Разъем три с половиной миллиметра в пикселе есть, но звук в наушниках тише и чуть менее качественный. Зато есть поддержка Hi-Res Audio, которой в айфоне уже никогда не будет. В качестве интерфейса используется USB-C, причем с поддержкой высокоскоростной передачи по USB 3.0, а у айфона в лайтнинге до сих пор стандарт USB 2.0. Про дизайн я особо высказываться не буду, лично мне 7+, особенно в цвете Jet Black нравится больше, несмотря на дизайн трехгодичной давности. В руке ощущается приятно и вообще не выскальзывает, но правда зараза пачкается и быстро покрывается мелкими царапинами, как впрочем и стеклянная вставка в верхней части пикселя. Матовый черный у айфона впечатляет меньше, да и он банально скользкий, как кстати и XL. У гугла по материалам все аналогично и хорошо. Алюминий да стекло, но в итоге выглядит ну как-то очень просто. Я читала, что мол он в жизни лучше, но как-то нет. Наверное сказался от цвет нашего экземпляра и в черном, и уж тем более синим пиксель будет выглядеть лучше, надеюсь. Итак, если ставить баллы за корпус и звук по десятибальной системе, я бы поставила плюсу 7, снизив баллы за то, что он огромный, тяжелый и без трех с половиной миллиметрового разъема, а пикселю 6, потому что тоже большой, с перепутанными кнопками включения и громкости, со спорным дизайном и без стереодинамиков и влагозащиты. Экраны с диагональю 5,5 дюймов и на этом их схожесть в принципе заканчивается, в остальном они совершенно разные. Дисплей пиксель XL, выполнен по AMOLED технологии и имеет разрешение 2560х1440, понятное дело бесконечный контраст и все такое, яркость пусть и не самая высокая, но видимость на солнце отличная, лучше яблоко. Цвета по умолчанию перенасыщены, но в пункте для разработчиков можно включить режим sRGB, их приглушит, возможно даже больше чем хотелось бы. У 7 Plus IPS экран с разрешением Full HD, один из самых контрастных и ярких для данного типа дисплеев и, что главное, он отлично откалиброван. Чего не скажешь об экране пикселя, у которого наблюдается явный завал в холодные тона и нет встроенных возможностей это исправить. Кроме того, айфон поддерживает расширенную цветовую гамму стандарта DCI-P3. Пиксель же на это отвечает специальным режимом с пониженной задержкой вывода, что требуется для полноценной сертификации по стандарту Daydream VR. По четкости, что айфон, что пиксель выдает сравнимую картинку, так как у последнего пентайл. В общем, у айфон 7 лучший IPS на рынке, у пикселя не самый лучший, но очень хороший AMOLED, у того же S7 экран и поярче и настроек изображения в нем побольше, но и зеленеет он под углом тоже побольше. На яблоке картинка точнее, на пикселе сочнее, лучше поддержка виртуальной реальности, но тут уж вам решать, что для вас важнее. Это рэпчик был. Прикрыты дисплеи устойчивыми к царапинам 2.5D стеклами. Ion X у айфона и горилла 4 у пикселя. Не знаю, как у пикселя, а экран айфона довольно быстро покрывается мелкими царапинами, хорошо заметными на ярком солнце. Я, пожалуй, поставлю обоим по девятке, ввиду существования почти эталонного экрана Galaxy S7 в данной категории и перейду к железу. В айфоне установлен фирменный A10 Fusion, работающий по схеме 2 плюс 2, шестиядерное видеоядро PowerVR, 3 гигабайт оперативной памяти, в XL хорошо знакомый Snapdragon 821 с Adreno 530, который правда работает на таких же частотах, до 2 и 15 гигагерц, как и 820, поэтому никакого прироста в производительности нет. Оперативной памяти 4 гигабайта, но назвать это преимуществом нельзя, в связи с разной реализацией многозадачности в системах. По объему хранилища опции следующие, для айфон 32, 128 или 256, а в пикселе 32 или 128 без поддержки карт памяти. В любых тестах айфон существенно обходит пиксель, и это неудивительно. До выхода новых чипов от Qualcomm айфон будет оставаться лидером в синтетике, по крайней мере при первом прогоне теста, так как уже на третьем баллы в антуту падают до значения пикселя, а то и ниже, сказывается больше в сравнении нагрев. В реальной жизни различия следующие. Айфон быстрее запускает тяжелые программы, прежде всего игры, очевидно благодаря существенно более быстрой памяти, в остальном оба шо называются летают. И пожалуй я скажу даже больше, пиксель в повседневной работе ощущается быстрее. Он полностью лишен лагов при скролле, например в том же твиттере, и рваной анимации на рабочих столах, которые в айфоне исправили лишь в последнем обновлении и то не до конца. Что удивительно, в играх пиксель выглядит не хуже айфона, несмотря на более высокое разрешение, меньше греется опять же. Оба смартфона поддерживают 5 гигагерцные сети и стандарт AC, и оба выдают скорость около 400 мегабит, иногда один оказывается чуть быстрее, иногда другой. По железу, обоим по девятке. Айфону минус за нагрев и троттлинг, пикселю за меньший запас прочности, что важно если планируете брать смартфон года на 2-3. Аккумуляторы существенно различаются по емкости. 3450 мАч у робота и всего 2900 мАч у яблока. Но в итоге при обычном использовании, соцсети, браузер, немного камеры и так далее по вайфай, айфон работает дольше. Иксель показывает в таком режиме вполне стандартное для флагмана 5 часов активности экрана. У плюса же можно рассчитывать на 6-7, что фактически рекорд среди флагманов. Медленнее разряжается айфон и в режиме ожидания. Но если речь заходит о кино и играх, то тут в лидеры выходят пиксели за счет амолед. И тупо больше емкости батареи. А еще по нему можно почти 30 часов говорить. Так что если вы много общаетесь голосом, то пиксель проявит себя лучше. Итого на день хватает обоих даже при активном использовании. Только в случае с айфоном у вас может остаться запасик процентов 20, а вот пиксель четко к ночи попросится на зарядку. На скоростную зарядку стандарта Quick Charge 3.0. И вот меня ждало небольшое удивление. Заряжается он от 0 до 100, от огромного комплектного блока аж за 2 часа 10 минут. И это при выключенном экране. При включенном он переходит на стандартный заряд и в итоге получается часа 3. И тут многие такие, подожди, так в айфоне вообще нет скоростной зарядки. И будут правы. Частично. От комплектного адаптера 7 Plus действительно заряжается в вечность. Почти 3,5 часа. Но если использовать зарядку от айпада, либо любой другой качественный 2-амперный блок, от 0 до 100 яблочко наберет за те же 2 часа 10 минут. Оп, сюрприз. За полчаса пиксель набирает 50%, айфон 35-38. Но по времени работы с учетом разницы в автономности получается почти то же самое. В общем за батарейку оба смартфона получают у меня по восьмерке. Пикселю минус за недостаточно быструю зарядку и чуть меньшую автономность без нагрузки. Айфону минус за убогий блок питания в комплекте, меньшее время автономной работы под нагрузкой и внезапное выключение при температуре ниже 5 градусов по Цельсию, уверенно знакомые каждому владельцу айфона. Пиксель работает под управлением самого последнего андроида версии 7.1. И в этом вот и заключается один из основных плюсов пикселя. У вас и у ребят с кое-какими нексусами всегда будет самая последняя версия, прям как на ios. На остальных смартфонах семерка как обычно появится не весть когда и совершенно не в том виде, в котором ее задумывал гугл. Итак, что ж тут нового. Убрали кнопку для меню программ, теперь достаточно свайпнуть вверх. Появился некий аналог 3D-тач, контекстное меню при длительном удержении иконки программы по скорости работы, кстати, считай одно и то же. И чем-то решение от гугл даже лучше, пункты выпадающего меню можно вытаскивать на рабочий стол для еще более оперативного использования. Из минусов, 3D-тач в айфон, как ни крути, куда более глобально встроен в систему. Тут и предпросмотр ссылок, и перемещение курсоров в клавиатуре. Ну и второе, негугловое ПО практически не поддерживает эту фишку. Но сейчас я нашла поддержку только в твиттере. Еще из косметических улучшений, на сообщения теперь можно отвечать сразу из шторки, а иконки приложений теперь круглые. Понятно, что есть улучшения и под капотом, касающиеся оптимизации энергопотребления и производительности. Возможно, благодаря этому Android теперь кажется быстрее и плавнее, и даже более того стабильнее, чем iOS. Дожелись. Pixel, являясь флагманом в своей системе, получил уникальные фишки. Главное, это безлимитное хранилище для фотографий и видео в оригинальном качестве. Тогда как для всех остальных смартфонов безлимит идет лишь с ухудшением качества хранимого материала, ну или за денежки. Кстати, привязка идет именно к устройству, а не к аккаунту, так что хитро вбив свой логин в магазине, получить безлимит не получится. Есть и кое-какие доработки в интерфейсе, вызов шторки уведомлений по свайпу на сканере отпечатка пальцев, быстрый запуск камеры по двойному нажатию на кнопку питания и так далее. Все это на самом деле давно уже мы видели в сторонних оболочках. Но чего не будет, например, в Nexus'ах даже после обновления на Noogoo. Появилось аналогичное iOS отображение уведомлений при подъеме смартфона, причем отображаются уведомления в черно-белом варианте для экономии энергии с учетом типа дисплея. Но как по мне на айфоне функция работает лучше, срабатывает в 100% случаях, а тут как повезет. У iPhone 7 из уникального – широкое использование Taptic Engine, приятная и ненавязчивая виброотдача при вызове шторки, выборе пунктов меню и так далее. Кстати, все еще считаю Taptic одним из основных козыря айфона. Хорошо, что у пикселя вибромоторчик хоть и обычный, но работает тихо, а не противно зудит, как в тех же Самсунгах. Я не буду скатываться в прямое сравнение систем и выставлять баллы, тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Скажу лишь, что по ощущениям разница между iOS и Android как никогда мала. Основные отличия, пожалуй, в реализации скролла, клавиатуре и внешнем виде оптимизации стороннего ПО. В этом плане все еще лидирует iOS, например, тут вон инстаграм уже который год в два раза меньше жмет фотографий при загрузке, обеспечивая более высокое качество и это лишь один из примеров. С камерами дело обстоит следующим образом. 12 мегапикселей там и там, но изначально кажется, что iPhone вынесет пиксель в одну калитку. У него и светосила выше, 1.8 против 2.0 и оптический стабилизатор имеется. Но если чуть углубиться в характеристики, то выяснится, что у пикселя крупнее матрица и есть уникальный режим HDR+. Последний теперь по умолчанию активен, а точнее находится в автоматическом режиме и никак не влияет на скорость съемки, в том числе серийный. Обработка снимков производится в фоне, принудительная же активация HDR+, немного меняет алгоритм обработки и в этом режиме уже есть небольшая задержка при съемке. Итак, что же с качеством? При хорошем освещении фотографии с обоих смартфонов очень схожи по резкости, цветопередачи и количеству деталей. С одним лишь важным отличием, динамический диапазон пикселя намного шире. Там, где iPhone выдает пересвет и даже с HDR, пиксель без проблем справляется. При плохом освещении никто не вудиален. У пикселя, опять же, куда лучшие дела обстоят с динамическим диапазоном, чуть выше детализация, но при этом фотки iPhone менее шумные. Спасибо оптическому стабилизатору и алгоритмам шумодава. Хотя, у пикселя снимки светлее и если поднять яркость айфоновских до уровня, то вместе с этим полезут и дополнительные шумы. Но вот что куда важнее, так это то, что на iPhone вы при плохом освещении вообще можете ничего не снять. Работа автофокуса в таких условиях тут наихудшая среди всех флагманов на рынке. Пиксель же, напротив, может похвастать быстрым и точным фазовым автофокусом. В общем, продул бы iPhone по камере почти в чистую, если бы сравнивали обычную семерку и пиксель, но так как у нас плюс, то имеется еще второй модуль. И тут как ни крути, но нет больше на рынке смартфонов, которые могут делать снимки с правильными пропорциями и без оптических искажений. Только 7 плюс при использовании 56 мм оптики, плюс тут реально неплохой портретный режим, который не тупо мылит фон за объектом, как большинство андроидов, а учитывает глубину и размывает объекты в боке по-разному. Хотя идеальным его назвать нельзя, под замес иногда попадают и части основного объекта. Впрочем, он пока и заявлен как бета-версия. В видео традиционно рулит iPhone. Плавно, с эффективной электронно-оптической стабилизацией и звуком без перегрузок. У пикселя же стабилизатор хоть и очень неплох, но все же изображение не столь плавное. Оно иногда плывет, а при плохом освещении еще немного двоится. Зато в пикселе есть редкая для андроида слоу-мо в 240 кадров в секунду в 720p, ровно как у айфона. Фронталки на 7 и 8 мегапикселей, обе очень высокого качества. Тут, кстати, даже HDR+, не дает пикселю особого преимущества, хороша и та и эта. Ах да, и еще парочки мелких проблем пикселя, которые, очевидно, связаны друг с другом. Камера тут хоть и не выпирает, но спрятана под общим стеклом на спинке, которая больше подвержена царапинам, чем нечто сапфировое на айфоне. И, скорее всего, отсюда же восприимчивость пикселя к бликам. На фото и видео с яркими источниками света можно довольно часто словить приличного размера солнечного зайца. Видать, это из-за переотражения, происходящего между стеклом камеры и защитным стеклом на спине. Итого, несмотря на некоторые проблемы камеры пикселя, 7+, и 7-й галактики заодно, это лучшее, что сейчас может предложить мобильная индустрия. И поставить им ниже десятки было бы несправедливо, потому что возник бы логичный вопрос, а где же тогда 10? Единственное, что айфон получил бы на балл, а то и на 2 ниже, если бы не второй модуль. Но главный сюрприз в том, что оба этих смартфона стоят одинаково в США. А на текущий момент на нашем рынке неофициальный пиксель продается дороже, чем официальный айфон. И в этом основная проблема, как по мне. Если ты хочешь лучший смартфон на iOS, у тебя нет выбора. Ты берешь и покупаешь последний айфон за столько, за сколько тебе его продает Apple. Но вот на Android есть столько манящих альтернатив, что покупать пиксель за такие деньги решится только отчаянный фанат или маньяк обновлений. Даже Nexus'ы продавались так себе на фоне других Android флагманов, при том, что они были как минимум недороже. А уж сейчас убедить себя в том, что пиксель в два раза лучше практически идеального OnePlus 3T и на 30% лучше Galaxy S7 Edge, при столь спорном дизайне, ну, я бы себя не смогла. А вы? Давайте проголосуем. Если при наличии 800 евро вы бы отдали предпочтение пикселю, ставьте лайк. Если айфону, то дизлайк, так и узнаем. Ну, не забывайте при этом ставить лайки под другими видосиками, подписываться на канал и включить колокольчик уведомлений.